Для футбола предлагаем вам посмотреть обзор 10-го тура чемпионата России и вашему вниманию расписание. Матч начинался тур в пятницу поединком ЦСКА Уфа. В субботу состоялись три поединка, самая яркая афиша из которых была у матча Спартак-Ростов. В воскресенье еще три матча. Зенит, Томи, Краснодар гостили в Екатеринбурге, Оренбурге и Туле. Ну и на закуску в понедельник кавказское дерби Анжи Терек. Идем по порядку и начинаем рассказ о матчах со встречи ЦСКА и Уфы. На новой арене армейцев она состоялась и обслуживал этот поединок, мелькнувший на наших экранах Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Но сразу скажем, что встречались команды двух тренеров, которые отлично знают друг друга. Более того, являются друзьями Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко. Вот они. Отметим, что команды Виктора Гончаренко, ну точнее команда Кубани, играла против ЦСКА Слуцкого и уступила в обеих встречах со счетом 0-4 и 0-6. То есть Виктор Гончаренко, его футболисты, еще ни разу не огорчали Слуцкого забитыми мячами. Ну и в этой встрече случился достаточно быстрый гол на 18-й минуте подача Суглового и Василий Березуцкий в красивом прыжке пробивает под самую перекладину и открывает счет. Зор Антошич становится автором голевой передачи, но справедливости ради скажем, что серп в этом поединке в целом не впечатлил. 9 800 зрителей было на этом поединке. И немножко обидно, наверное, видеть, что целые секторы новенького стадиона ЦСКА оказываются пустыми. Хотя вроде бы еще никому этот стадион не приелся. Примерно равное количество времени владели мячом команда. Если брать матч в целом, то получилось 48 на 52. Причем в пользу Уфы. Вот Фатай оказывается на ударной позиции, но не забивает. Нападающий, приехавший из чемпионата Чехии. Нет, прошу прощения, это был Слай. Он все-таки в Уфе играет подольше. Его мы знаем получше. Однако, в общем, это не отменяет того факта, что забить он не смог. Ну а Киинде Фатай также был в основном в составе. И он в этом матче голов не забивал. Отметим, что не было ворот Хармейцев Игоря Акинфеева. Вместо него играл Сергей Чупчуков. Ну и таким образом Акинфеев не провел свой еще один поединок в рамках чемпионата России. И не побил рекорд Валерия Есипова по количеству матчей в чемпионатах России, проведенных в составе одного единственного клуба. Ну а пока мы видим, как в середине второго тайма свой момент не реализует вышедший на замену Лосина Трауре. Отметим, что с первых минут составит ЦСКА сыграл Астемир Гордюшенко. Ее он многим понравился. Играл на позиции атакующего полузащитника. Но, впрочем, больше действовал в опорной зоне. Просто в атаку ходил чаще, нежели Понтус Вернгл. Ну, пока что понятно. Гордюшенко, 19-летний футболист, только обживается. В такой команде, как ЦСКА, находит взаимопонимание с более мастеровитыми и опытными, что важно, партнерами. Поэтому многого от него требовать не стоит. Ну а Андрей Лунев находился в игре постоянно. Другое дело, что именно голевых моментов армейцы создали не так уж и много. Впрочем, то же самое можно сказать и про уху. Команда Гончаренко мячом, может быть, и владела, но до чужой штрафной практически не доходил. Отметим, что свой 450-й матч в чемпионатах России сыграл Сергей Игнашевич. И теперь он стал всего лишь третьим футболистом, достигший этой отметки. И больше проведенных матчей только у Дмитрия Ласькова 452 и Сергея Симака 456. Ну, в общем, гадалки не ходи, но в этом чемпионате Игнашевич должен побить рекорд чемпионатов России по количеству проведенных матчей. Главное, чтобы обошлось без травм. Пять матчей перед этим поединком подряд не проигрывала Уфа. Да, более удачная серия без поражений была только у «Зенита» 14 поединков. Но вот в концовке, претендуя на гол, гости забить все-таки так и не смогли. Мы видим, что не хватало точных ударов по воротам Сергея Чукчугова. И в итоге вообще ни разу в створ ворот соперника Уфа в этом матче не попало. Это, с другой стороны, не умаляет заслуг футболиста Виктора Гончаренко. Они действительно играли неплохо. И Уфа, по большому счету, на ходу. По-моему, многим очевидно, что не будет эта команда аутсайдером и не должна бороться за выживание. Но вот и забраться по-настоящему высоко достаточно сложно. 1-0. Слуцкий вновь обыгрывает Гончаренко. Большие перестроения. Нет группы ключевых игроков. Поэтому, естественно, сказать, что мы будем иметь сверхогромное преимущество, наверное, было бы сложно. Но, с другой стороны, и Уфы по существу моментов. Или я вообще не помню, был ли хоть один удар в створ ворот. Можно ли говорить о том, что вопрос обоймы сейчас является ключевым для ЦСКА, особенно учитывая то, что сейчас Лига Чемпионов пойдет? Ну, у нас каждая игра ключевая. И сейчас, еще раз говорю, кто-то выпадает из обоймы, кто-то в нее вновь заходит. Поэтому будем смотреть, как справиться с этой такой полуобновленной обоймой и пытаться выжать максимум в этой ситуации. Ну, знаете, вообще, если в целом оценить то, что довольно-таки нагло, наверное, с нашей стороны было бы, заявить о том, что мы приедем в Москву и все победы одержим. Поэтому, конечно, мы довольны тем содержанием, которое было особенно во втором тайме. Но, тем не менее, вот уже перед матчем мы говорили, что у ЦСКА очень разосторонняя атака. То есть это или быстрые, или позиционные атаки, это или атаки флангами, или стандартное положение, что-то может сработать. Сегодня мы не доработали на стандартном положении, но в целом. Но я считаю, что во втором тайме мы могли при определенных, наверное, обстоятельствах, там могли выровнять игру. В субботу первыми играли «Амкар» и «Локомотив». Матч проходил в Перми на стадионе «Звезда», и в качестве главного арбитра его обслуживал Владимир Москалев из Воронеж. Но не будем темнить и скажем, что, наверное, это была одна из самых скучных игр десятого тура. Впрочем, от «Амкара» и «Локомотива» чего-то подобного в их нынешнем состоянии ожидать можно. И если, имея в виду «Амкар», мы это состояние все-таки выделяем. Команда идет высоко на пятом месте. Она шла перед началом тура, по сути, деля четвертую строчку с Ростовом. То вот «Локомотив», конечно, не впечатляет прежде всего игрой в атаке под руководством Юрия Семенок. Начало этого гугинга команда провела уже пять матчей и с игры забила лишь однажды. Еще два мяча забили с пенальти «Хенти» и «Самедо». Кстати говоря, ни «Хенти», ни «Шкулетича» не было в основном составе этого поединка. Еще в ничейном матче с «Арсеналом» Юрий Семен, главный тренер «Локомотива», был недоволен действиями центральных нападающих. Причем в том матче сразу четыре разных человека сыграло на позиции форварда. Ну и вот здесь вышел с первых минут, по сути, пятый Алексей Миранчук. Мы привыкли его видеть на позиции атакующего полузащитника, диспетчера, креативного футболиста. А здесь он играл на острие. Ну и нельзя сказать, что получалось у него много. По-разному можно считать количество голевых моментов в матче, но вот центральные газеты считают, что здесь был лишь один. Причем в исполнении «Локомотива». Этот эпизод с участием Дарка Бодула голевым вроде как не считается. Хотя события заставляли все-таки находящихся на скамейке людей хвататься за голову. Еще одна атака хозяев. Все тот же Дарка Бодул навешивает с правого фланга. Удар поворотом метров с семи, но не попадает в створ Чума Анене. Норвежец нигерийского происхождения появился на этот раз на поле с первых минут. Сыграл в свою. Силу забить не смог. Отметим, что «Амкар» в этом чемпионате на своем поле пока вообще не пропустил ни одного гола. Ну и три победы и одна ничья у команды. Теперь вот еще и вторая. Вы, я думаю, уже видели титры и поняли, что матч вершился со счетом 0-0. Не хватало, возможно, в составе локомотива «Портнягин». Пришедший из рубина нападающий получил травму в том самом матче с тульским «Арсеналом». Ну и не попал в заявку. Мы видим опасный момент молодого опорного полузащитника Баринова. И этот эпизод был одним из самых ярких уже во втором тайме. Ну, точнее, в первом, да, был тот момент. А сейчас мы смотрим уже эпизоды тайма второго. Вновь идет вперед «Амкар». Команда, по большому счету, сумела сыграть первым номером. Хотя, конечно, к настоящему точных ударов в этом матче «Пермикам» не хватало. Гаджи Гаджиев находится в идеальной ситуации для тренера. У него сейчас абсолютно пустой лазарет. Все живы-здоровы. Ну и, соответственно, существует реальная конкуренция за каждое место в основном составе. Но вот одно дело конкуренция, да, одно дело выбора. Совсем другое дело забивать голы. Это как раз у «Амкара» в этом матче и не получилось. Ну вот такой удар 16 метров наносит Петер Занев. Активен очень этот болгарский футболист буквально в каждом матче этого первенства. Это был и не его день тоже. Оказался в чужой штрафной вышедший на замену Мануэл Фернандеш. Причем он появился еще в первом тайме вместо Дмитрия Барина. У того было с одной стороны повреждение, с другой еще и желтая карточка. На его счету получены на 21-й минуте. Ну и я не исключаю, что Юрий Семин убрал его с поля, с той точки зрения, чтобы не случилось в итоге удаление. Ну и кроме того, с желтой карточки уже во втором тайме получили Александр Коломейцев, Брайан Идову и Игорь Денисов, который играл с первых минут. Это тот самый случай, когда тренеры говорят, кто-то выбывает, так кто-то наоборот в основной состав возвращается. Уже 500 минут «Локомотив» не может забить с игры и в результате в этом поединке не самые веселые 0-0. Я думаю, что игра была ничейная. И команды не могли создавать опасные моменты у ворот соперников. Ну так, вроде во втором тайме побыстрее стали, поагрессивнее стали, но они тоже в обороне сыграли хорошо, мне кажется. Что не хватило сегодня «Локомотива», чтобы наконец-то одержать победу? Почему «наконец-то»? У нас есть победа одна. Ну, очень напряженный был матч. И в плане самодачи игроки молодцы. Они провели хорошую игру. Но нужно еще иметь в виду то, что на сегодняшний момент «Амкар» очень сильно выглядит, особенно в физическом отношении. Проблемы наши были с травмой, которую получили в первом тайме «Барином». Поэтому произошли перестановки. Ну и, конечно, остроты в атаке немножко не хватило. А так, хороший, серьезный матч. В Казани встречались рубинные крылья советов. Ну и хозяев можно поздравить с возвращением на Казань. Арену тот самый стадион, который будет принимать матчи чемпионата мира. По разным причинам не удается здесь регулярно играть рубину. Ну и я не исключаю, что такой вот по-настоящему футбольной атмосферы, качественного газона порой и не хватает команде. Потихонечку определяется с теми, с кем идти дальше. Главный тренер казанцев Хави Грасия. Ну и вот в этом матче он оставил на скамейке запасных много ошибавшегося центрального защитника Серхио Санчеса. Вместо него вышел Тарас Бурлак и таким образом освободилось одно место для легионера. Впереди в опорной зоне в результате сыграли Ян Мвела и Мио Цакташ. Ну и Рубен Рачино и Жонатас действовали ближе к чужой штрафной. Жонатас, понятно, был центральным нападающим. Рубин начал достаточно активно, но при этом и крылья советов. Огрызались. Тяжелые времена переживает эта команда. Идет в зоне вылета всего с шестью набранными очками. Ну и к Франкову Веркаутерну есть серьезные вопросы. Говорят, что многое будет решаться в следующем туре. Если не сумеет там одержать победу крылья, то бельгийский специалист будет уволен. Ну а мы пока смотрим за фрагментами этого поединка и видим, как на 27-й минуте крылья пытаются забить. Это Ткачев наносил удар по воротам. Не путать с Ткачуком, который играл за Рубина. Однако на своем месте был вратарь Рубина Рыжиков. И еще один момент. На этот раз с разворота наносит удар Сергей Корнеленко. Но другой футболист из Белоруссии стал одним из героев этого тура. Об этом чуть позже. По этой нарезке можно понять, что крылья в обороне не отсиживались. Тем не менее, именно они пропустили гол первыми. Случилось это на 38-й минуте. Эльвир Набиуллин подхватывает мяч, вылетевший из штрафной. Он возвращает его туда, в самую гущу скопления игроков. И Максим Канунников, набежавший, красиво бьет головой в дальний угол. Хорошее действие нападающего. Сумел открыться, отклеиться от опекуна. Ну и непосредственно удар у него получился качественным. Движение правильное. Ну и мяч летит достаточно сильно. И главное, в угол. Так что не может спасти свою команду Лори. Но это уже второй тайм. 52-я минута. Быстрая контратака Рубина. Еще при Курбане Бердыеве. Такими атаками славились казанцы. Смотрите, сразу 4 футболиста остаются против одного защитника и вратаря. И в результате Рачина отправляет мяч уже в пустые ворота. Голевую передачу ему делает Денис Ткачук. Здесь офсайда не было. И здесь офсайда не было тоже. Прекрасно все это видно на одном единственном повторе. Так что судьи засчитали этот гол абсолютно правильно. Главным судьей работал Артем Чистяков из Азова. Ну а на этой вот правой от нас бровке помогал ему Алексей Воронцов из Ярославля. Разобрались, молодцы. Ну и Рубин, по сути, в середине матча получил очень комфортное преимущество в два мяча. Отметим, что выезд в Казань для Самары является одним из самых неудачных. 10 матчей подряд не удается выиграть в Казани крыльям советов. Ну и не выигрывают они в 11. Еще одна быстрая контратака. Жонатас ставит корпус, выигрывает за счет этого позиционную борьбу у Натсена. Ну и грамотно катит мяч мимо вышедшего из ворот Лори. В такой ситуации Рубин почувствовал кураж. Пошел забивать четвертый. Но дальше Лори действовал неплохо. Ну а когда небольшие помарки он совершал, мяч в сетку не могли отправить уже полевые игроки Рубина. Крылья имели возможность забить хотя бы один мяч из выгоднейшей позиции. Бил поворотом Милан Родич, игравший с первых минут. Ну, частенько мы видели этого футболиста в обороне. В данном матче он действовал в опорной зоне, ну и вот входил и в его обязанности подключаться к атакам. Однако, каких-то навыков, быть может, нападающего или атакующего полузащитника ему все-таки не хватало. Последняя минута основного времени этого матча. Хорошая техника, хорошая передача. И свой шанс получает вышедший на замену Кристиан Паскуатое, итальянский легионер. Но этой передачей Йоанна Моло он не воспользовался. Но то, что француз умеет играть так здорово, мы с вами уже прекрасно знаем. 3-0. Таким образом, этот матч выигрывает Рубин. И команда укрепляет свои позиции в самой середине таблицы. Я считаю, что мы хорошо сыграли. Я считаю, что мы провели достаточно цельный матч, достаточно сыграли хорошо. Играли с учетом того результата, который был на табло, и контролировали игру. И на самом деле мы рады тому, что мы победили на этом стадионе, прекрасный стадион. И продолжили серию наших домашних побед. Я считаю, что мы просто провели 10-15 минут. После того, что мы контролировали, мы были балансом. Мы были в наших руках. Но я считаю, что мы сделали индивидуальные ошибки, которые мы получили довольно тяжело сегодня. Я думаю, что в первые 15 минут мы достаточно неплохо играли. Потом мы как-то упустили игру. И в основном из-за индивидуальных ошибок нам пришлось, за которые... Были индивидуальные ошибки, за которые нам пришлось сегодня достаточно тяжело заплатить. И после того, как вы начали, и в 5 минутах игра закончилась. Мы все равно имели много возможностей и возможностей, чтобы победить. Но вы видите, что это наш большой проблемой. Сегодня мы получили слишком много голова. too many goals we were able to avoid. But on the other side, scoring stays a big, huge problem, even with the chances we create. So there's a difference in football. The winner is the most efficient one, mostly. Ну, вы видите, то, что здесь проблема была, как всегда. То, что мы никак не могли забить. И после того, как мы получили большое количество голов, конечно, восстановиться было после этого как-то очень сложно. Но вы понимаете, то, что как в футболе обычно случается, кто больше забивает, тот и выигрывает. Хотя, несмотря на то, что у нас было очень много шансов забить, но, к сожалению, нам не удалось этого сделать. И, ну, понимаете, победитель тот, кто все-таки больше забивает. Центральным матчем в субботу стало противостояние московского «Спартака» и «Ростова», которое состоялось на открытии. Арена обслуживал этот матч Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Ну, и он стал одним из главных действующих лиц. Ну, а перед самым началом поединка генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов поздравил Никиту Павловича Симоняна с 90-летия. Дмитрий Кириченко руководит «Ростовом» отбровки. Ну, а Курбан Бердыев был также на стадионе и располагался, как всегда, достаточно высоко. Ну, не исключено, что что-то он на скамейку передавать успевал. «Ростов» по привычке начал игру вторым номером, но контратаки гостей становились очень и очень опасными. Оборона «Спартака» с ними все-таки справлялась. Вновь с тремя центральными защитниками сыграл Массимо Каррера, Маурисио, Кутепов и Бакетти. Вышли с первых минут, ну, и не исключено, что именно это. Троица оптимальная с точки зрения статистики, прежде всего. Игровой будет выходить до конца сезона на поле более-менее регулярно. Отметим, что на флангах сыграли слева Камбаров. Здесь ничего странного. Ну, а справа действовал Роман Зобнин. Уже несколько позиций пришедший из «Динамо» полузащитник по ходу этого сезона поменял. Ну, и мы видим, что он может приносить пользу буквально везде. Федор Кудряшов был на поле в основном в составе «Ростова», хотя его выход был под сомнением из-за травмы. Ну, и вот ключевой возможный эпизод матча. На первой добавленной к первому тайму минуте Кудряшов врезается в соперника прямой ногой и Безбородов показывает ему красную карточку. Естественно, ростовчане спорили. Естественно, после матча многие заявляли о том, что на Зобнине сфалили не так грубо, чтобы сразу удалять. Что не видел соперника Кудряшов и не хотел действовать так жестко. Но факт остается фактом. Въехал шипами бут с прямой ногой и по всем судейским учебникам это именно что удаление. Конечно, играя в меньшинстве, Ростов стал чаще подпускать «Спартак» к своей штрафной и более того, чаще нападающие оказывались в этой самой штрафной. И не только нападающие, но и полузащитники. Так, автором единственного гола в матче на 53-й минуте становится Денис Глушаков. Ну а последнюю голевую передачу ему отдает «Зе Луиш». Говорю, последнюю намеренно, потому что в целом здесь комбинация у «Спартаковцев» получилась на загляденье. Действительно, вот именно так и нужно, наверное, взламывать столь организованную оборону Ростова. Играя в меньшинстве, гости продолжали совершать достаточно острые выпады. Ну и сразу в нескольких эпизодах Сергей Ребров свою команду... Артем Ребров, прошу прощения, конечно, свою команду спасал. Мелькнул на наших экранах Дмитрий Полос. Он вообще очень полезно сыграл в этом поединке. Отдал 17 точных передач, причем в основном они были обостряющими. Мы видели момент, в котором Ростов едва счет не сравнял. Ну и спустя короткое время Джано Ананидзе мог вывести красно-белых вперед. Но из убойной позиции пробил, казалось, над Джанаевым, но Сослан свою команду выручил. Еще одна быстрая атака. Палят на «Зе Луише». Делает это никто иной, как асессор Навас. И для испанского защитника желтая карточка становится второй в этом матче. Таким образом, второе удаление у Ростова. Ну и команда остается вообще девятером. Восемь болевых футболистов. Еще больше свободы получают спартаковцы. Но не всегда они этой свободой пользуются на все 100%. Кажется, что порой заигрываются несколько с мячом. Игроки-хозяев многовато берут на себя. И в результате второй мяч москвичи забить так и не сумели. Ну а это главный шанс Ростова на то, чтобы сравнять счеты. Увести хотя бы очко с открытия арены. Но Кристиан Набоа не попадает в метров шести. И Артем Ребров также становится одним из героев этого поединка. Ну смотрите, как здорово здесь расчертили ростовчане. Действительно шикарная комбинация. И не хватает эквадорскому полузащитнику совсем чуть-чуть. Не должно, наверное, удивлять, что Ростов этот матч все-таки проиграл. Дело в том, что команда является чуть ли не самым удобным соперником для «Спартака». Это уже 23-й поединок в чемпионатах России, который «Спартак» не проигрывает Ростову. Прежде всего за счет характера, ребят, за то, что они не сдались, за то, что они боролись до конца. Приехали побеждать. И в этих условиях, когда остались сначала в девятером, потом в восьмером, полевые игроки, все равно боролись за победу и имели шансы забить гол. Что скажите по прямой красной карточке? Она вызвала, наверное, много вопросов. Безусловно. Безусловно. Там преднамеренного желания нанести какую-то травму сопернику абсолютно не было. Он принял нехорошо мяч, потом пытался исправить свою ошибку. Играл в мяч, но и получилось, что немножко и коснулся Зобнина. Максиму, давайте прежде всего поговорим немножечко о составе. И позиция Романа Зобнина вызвала довольно много вопросов на правом фланге. И, как показалось, он играл по всей бровке. В чем был замысел? Что ты думаешь, что ты думаешь? Я думал об этом составе. И мое намерение было, чтобы Роман именно играл таким образом. И поэтому basta. На моей идее это было, и я сделал это. Моя идея была такова, и я ее реализовал. Сегодня Спартак создал моментов довольно много, больше чем на один гол, но сумели забить всего лишь один мяч. Реализация моментов вас не беспокоит? Реализация моментов? И для начала отправляемся в Екатеринбург, где местный Урал принимал «Зенит». Игорь Федотов, главный арбитр этой встречи, ну и главный тренер команд «Мирча» Луческу и Виктор Скрипченко. Тринадцатая минута. Здесь важные события. Мяч попадает в руку Бабло Фонтанелло, практически на линии штрафной, но и пробует забить удар прямым со штрафного. Олег Шатов попадает в створ, однако вратаря затем и оборона справляется. Артем Джуба пытался мяч добить, но не получилось у него и в этом эпизоде, и в матче вообще продлить четырехматчевую серию, в которую он не уходил с поля без гола. А это 22-я минута, хорошие действия атаки «Зенита». Очень аккуратно Жуляна катит мяч Олегу Шатову под правую ногу и, игравший по сути дома у себя на родине, полузащитник открывает счет. И, как сказал после матча сам Олег, ему действительно было очень приятно, очень важно отличиться на глазах той публики, которая помнит его выступление за Урал еще в ФНЛ, в первом российском дивизионе. Такое событие, такое развитие событий не удивило. Урал в этом матче пытался что-то осознавать, но в очень хорошей форме сейчас петербургская команда. И, конечно, к настоящему многого сделать она сопернику не позволила. Еще один важный момент, 54-я минута. Роман Павлюченко после единоборства с защитником «Зенита» Нету бьет его специально по ноге. Обратите внимание, и за это как раз полагается прямая красная карточка. Но Федотов, вроде бы видевший этот эпизод, по его итогам дает нападающему хозяев лишь желтую. Наверное, это все-таки ошибка, ну или неточность главного арбитра. Цюба еще имел моменты, однако, как я уже говорил, реализовать их не сумел. Ну а такие потери на своей половине поля всегда чреваты опасностью. Дальний удар мы видели, но заставляет он лишь понервничать. Вадима Скрипченко, ну и президента Урала Иванова. Еще один момент, подача слева фланга. И вот он, наверное, главный шанс Урала сравнять счет из выгоднейшей позиции, нанося удар не то, чтобы без помех, но все-таки видя перед собой ворота, видя вратаря, наносит его одиннадцатый номер хозяев Александр Ставпец. Он как раз в втором тайме вышел на замену, но Юрий Ладыгин свою команду выручает. Кстати, вот Ладыгин неплохой матч провел, хотя появляются вновь слухи о том, что Петербург активно интересуется Александром Селиковым из Амкара. Фактически в пустые ворота мог уже забивать Зюба после передачи Кокорина, но мяч в сторону ворот протолкнул, однако защитники его буквально с леночки забрали. Тем не менее, второй гол Зенит все-таки забивает, его автором становится Артур Юсупов. Ну а голевую передачу ему отдал Александр Кокорин. Может быть, забивает. Кокорин сейчас не так часто, но именно в голевых комбинациях принимает участие регулярно. Но с другой стороны, то же самое можно сказать абсолютно про любого игрока Зенита. Ну, может быть, за исключением защиты. Поэтому нельзя говорить о том, что Кокорин как-то серьезно выделяется. Роман Павлюченко вспоминает молодость и бьет прямым очень сильным ударом со штрафного. Мяч угодил в сетку и на этом поединок закончился. 2-0 победа Зенита, который догоняет «Спартак» в турнирной таблице. Это парочка по-прежнему лидирует. В первом тайме не получилось то, как хотели играть изначально. На левом фланге Кришета все-таки очень много забросов делал нам за защитную линию. И там Жулиан из глубины врывался и создавал нам проблемы. Вот с этим мы в перерыве корректировку внесли. И во втором тайме у нас это стало лучше получаться. Особенно, когда Саша Ставпис вышел уже на замену. Он эту установку понял и выполнял на футбольном поле. Но в целом, конечно, более высокий класс футболистов Зенита сказался именно в реализации тех моментов, которые были. Но мне второй тайм понравился в исполнении нашей команды. Мы активно играли, создали хороший момент голевой, где только нога защитника на линии ворот позволила, чтобы Зенит сохранил ворота неприкосновенности. Так, наверное, если бы случился гол и 1-1, игра могла по-другому сложиться. Но в конце уже, конечно, большими силами старались идти вперед, где-то за счет фланговых подач и давления верхового. Оказать давление и пропустили, к сожалению, второе мяч уже на последние минуты. Я думаю, что игра должна была закончена еще в первом тайме, потому что мы имели полное преимущество. В первом тайме, когда мы были в первом тайме, мы были в первом тайме, чтобы не было больше контролироваться мяч в соперник. Мы сами не реализовали несколько моментов, соперник почувствовал какую-то уверенность и создал определенное давление на нашего рода. Отправляемся в Оренбург, где одноименная команда принимала толь. Напомню, что еще в прошлом году обе эти команды выступали в ПНЛ. Они прекрасно знают друг друга с одной стороны, с другой. Все-таки, когда случается повышение в классе, то, как правило, составы серьезно меняются. Это касается, прежде всего, Томи. Валерий Петраков провел активную трансферную кампанию этим летом. Ну и действительно, Томский коллектив серьезно поменялся. Чего не скажешь про Оренбург. Здесь, конечно, тоже были новички, но селекция была точечная и, может быть, не самая удачная. Ведь перед началом этого тура команда шла на последнем месте всего лишь с четырьмя очками после девяти проведенных матчей. Ни разу Оренбург не побеждал. Ну и вот на 12-й минуте очень важный мяч забивает Павел Нехайчик. 13-й номер Оренбурга. Здорово он здесь. Даже не то, что открылся, да, уже именно до последнего пошел на мяч, который оказался в итоге у него на левой ноге. И в результате он отправил его в сетку. Виталий Дьяков мог помочь Томе отыграться. Но вот для начала его удар со штрафного отражает голкипер. Ну а чуть позже Дьяков мог забить уже с 11-метровой отметки. Пенальти был назначен за игру рукой в подкате защитник Оренбурга. Ну вот разбег Дьякова, мощный удар, мяч летит сильно выше перекладины. Ну и вы слышите ликование трибун. Действительно, в Оренбурге пока что готовы принимать любое неудачное действие соперника именно так, да. Более сильные команды, хоть может, позволяют себе, болельщики, точнее, более сильных команд чаще позволяют себе встречать все это менее шумно, понимая, что всякое бывает. Оренбург играл в свой фирменный командный футбол. На фоне фаворитов Росгострах чемпионата России не всегда подобное удается, но здесь получалось. Однако гол был забит не за счет командных усилий, а за счет очень хорошего исполнения штрафного удара все того же Павла Нехайчика. Закручивает он мяч в дальнюю девятку, летит он через голову Алексея Солосина. Ну и 2-0 в пользу Томи, о чем еще можно было мечтать. Понятно, что победа, первая победа в истории Оренбурга в премьер-лиге становилась все более реально. И это при том, что сразу четыре человека не могли сыграть из-за травм. А за хозяев это Бреев, Воробьев, Габулов и Парников. Мы видим еще один момент в исполнении Томи. Повезло здесь Александру Бутеру, вратарю хозяев, мяч прошел мимо. Ну а чуть позже ему уже наоборот. Не повезло, съездивший в сборную Румынии Эрик Бигфалви открылся на эту... Прошу прощения, здорово пробил со штрафного и попал в самый угол. Момент удара вратарь, похоже, не видел. Именно поэтому среагировать на него не сумел. Но это не помогло Томи спасти хотя бы очко. Мы видим в самой уже концовке, обратите внимание, при счете 2-1 затяжная атака Оренбурга. Хотя обычно в это время команды предпочитают обороняться. Ну и как справедливый итог, хозяева забивают третий мяч. Эрик Бигфалви, правда, не был согласен с этим в полом. Ну, впрочем, когда такое бывало, чтобы соглашать. Мы видим здесь, может быть, был также повод назначить пенальти. Неслучной мяч в руку попал, но в итоге судья позволил этот поединок продолжить. Вот такие вот достаточно комические были эпизоды. Все тот же Нихайчик. Мяч в итоге перехватывает, входит в штрафную и бьет в дальний угол. Вратарь валится в ближний. И в результате хет-рик Павла Нихайчик. Ну вот, если бы кто-то мог предположить это перед началом матча, наверное, мог бы обогатиться. А пока мы отмечаем, что впервые за 12 лет легионер из Белоруссии делает хет-рик в чемпионате России. Последний раз такое было в 2004 году, когда в составе московского «Динамо» трижды отличался Максим Ромащенко. С тех пор не было хет-риков у белорусских легионеров. Ни у Корнеленко, ни у Калачева тем более. Ну и в результате Оренбург, благодаря этому, забивает три мяча в поединке столько же, сколько во всех предыдущих матчах чемпионата. Ну и главное, одержана первая победа. И Оренбург Роберта Евдокимова уходит с последнего места. Павла Нехайчика, ждут ли какие-то преференции от вас лично, от команды? Ну, ребята уже ему сказали, что несмотря на три гола, играл-то он не очень хорошо, да, с чем я, наверное, не согласен. Но он в прошлом году играл в Томске, поэтому не забить он сегодня не имел права. Ну, игра такая была первая, первые минуты было достаточно ощутимое преимущество у Оренбурга. Мы не смогли контролировать игру. И вследствие чего такая возникла неразбериха, пропустили необязательный мяч. Вот, и второй мяч, это ошибка вратаря была чистейшая. Нельзя сказать, что мы не старались, старались. И где-то во втором тайме уже преимущество было все-таки ближе к нам. И сумели забить ответный мяч. Но потом опять же ошибка при розыгрыше привела к третьему мячу. Считаю то, что в поражении нужно винить себя. Игра давалась, могли сыграть намного лучше, интереснее. Но ошибки все свели на нет. Перемещаемся в Тулу, где Арсенал в рамках 10-го тура Росгостравчемпионат России принимал Краснодар. Было это вечером в воскресенье. Ну и главное событие, это то, что первый поединок в рамках чемпионата России в качестве главного тренера проводил Сергей Кирьяков. Напомню, что именно он во время паузы на матче сборных пришел на смену Сергею Павлову. Бывший теперь уже наставник Арсенала не согласился с собственным увольнением. Сказал, что вроде как я этого не заслуживал. Ну смысл прежде всего был именно такой. Тем не менее, руководство клуба пошло на перестановки. Ну и вот что мы увидели в этом поединке. Арсенал пытался очень строго сыграть в обороне. Краснодара Игоря Шалимова, кстати, в прошлом партнера Сергея Кирьякова по сборной России и даже по сборной СССР много владел мячом. Ну есть разные данные касательно этого матча. Что-то вроде 70% на 30 было владение мячом в этом матче. Естественно, в пользу гостей. Но какую-либо выгоду из этого владения Краснодар получить не мог. Удары по воротам, конечно, случалось и приходилось вступать в игру вратарю Арсенала Левашову. Но он со своими обязанностями справлялся. Отметим, что Кирьяков также сыграл по модной нынче схеме с тремя центральными защитниками. Коих играли Вергара, Горбатюк и Беляев. Ну а Краснодар действовал в привычной. В ключе три центральных, ну просто три полузащитника, четыре защитника и три нападающих. В отсутствие Федора Смолова, по-прежнему травмированного, на стрие нападения сыграл Ари. Вообще травмированных хватало и тех, и у других по пять человек именно по медицинским показателям. Не могли выйти на поле, потому что Краснодару помимо Смолова не хватало также и Мамаева, и Перейры, и Калешина, ну и еще одного нападающего Вандерса. В моменты второго тайма Форбс перед паузой на матче сборных забил Локомотиву, еще одной довольно статусной команде. Здесь он был очень активен, бил поворотом. Еще один эпизод, но сетку поворот поразить так и не сумел. Очень активен, очень эмоционален был Сергей Киряков, который с клубами работал уже достаточно давно. Был он тренером «Орла», который в премьер-лиге никогда не играл, ну а затем сконцентрировался на работе в РФС. Последняя команда, с которой работал Киряков, была сборной России, игроков 97-го года рождения. Юношеская национальная команда. 59-я минута и очередной момент Краснодара. Петров бьет с правой ноги, но мяч летит над перекладиной. Еще один очень динамичный момент. На опережении удается сыграть Мартыновичу, но в створ ворот защитник не попадает. На правом фланге неплохо выглядел порой Рикардо Лаборде. Вот один из его финтов против тесок. Так и падение. А в штрафной, однако, в этом эпизоде Алексей Яськов, московский арбитр, пенальти не назначает. Тебе всего две желтые карточки, показал Яськов. В этом поединке Вадим Стеклов и Александр Мартынович. Получили их во втором тайме. Ну а это шанс для хозяев. Мощный удар из-за штрафной удается Игорю Горбатенко. Появившемуся на поле сразу после перерыва. Но мяч проходит в сантиметрах от штанги. Затяжная атака Краснодара. Мы видим, что большое количество обороняющихся футболистов держит в своей штрафной арсенал. Но порой все это приводит лишь к недопониманию. Здесь мяч касался руки в этой суете, но пенальти назначать повода не нашлось. Все тот же Мартынович пытается забить. На этот раз дальним ударом. Попытка неплохая, но в итоге еще один матч заканчивается. В целом мы довольны результатом. Все прекрасно понимали, что Краснодар очень сильная команда. Что очень здорово контролирует мяч. Мы были к этому готовы. Наши шансы были в быстрых атаках. Были хорошие подходы. Было несколько моментов. Но, к сожалению, исполнительское мастерство нас подвело. А так можно было бы надеяться и на боли. Конечно, мы не так много создали моментов. Но против такой обороны это не так просто. Поэтому сказал, что надо работать, чтобы вскрывать вот такую оборону, забивать. Понятно, что по такой игре гол, конечно же, все, можно сказать, поменял бы очень много. 13 угловых подал Краснодар. Практически ни одного запоминающегося. Это компонент, на который не сильно рассчитывает команда? Ну, вообще, мы стараемся угловые разыгрывать. Но сегодня, я думаю, что вы чуть-чуть изучили нас. Нам практически не давали разыграть. А эти подачи, ну, они это кому в голову попадет. То есть, это, в принципе, рассчитано на случай. Ну, нужна хорошая подача. На самом деле, таких уж прям хороших подач не было сегодня. По соответствии, мы с угловых ничего не приобрели сегодня. Ну, и единственный матч, который состоялся в понедельник, уже в завершении 10-го тура, это Кавказская дерби. В Махачкале встречались Анжи и Терек. Матч проходил в дружественной обстановке. Но вот в чемпионате Испании есть Баская дерби. От этих Реал Соседат его называют дерби-дружба. Там болельщики сидят вперемешку. Здесь такого не было, хотя очень серьезный десант приехал из Грозного. Но, тем не менее, встречали этих болельщиков специальными баннерами. Вот как раз попадает один из них к нам в кадр. Добро пожаловать брать. Сам футбол получился довольно интересным. Команды играли быстро. Было видно, что тренеры Рашид Рахимов и Павел Вурба просили именно своих футболистов побыстрее переходить в центр поля. Порой получалось это. Не хватало, быть может, Тереку, захворавшему перед этим матчем Олегу Иванова. Главный мозговой центр команды появился на поле лишь в самой концовке. 14-ая минута и хороший сейф вратаря Терека Городова. Ну, а бил поворотом Эбиссилио. Под самую перекладину он мяч направил, но справился Евгений, переведя мяч на угловой. За Анджи не могли сыграть каретник Курчан, Абертан, Рабио и Хадарцев. Ну, а у Терека тоже были потери. Адилсон и Брызгалов остались вне заявки. Хотя Брызгалов в список запасных все-таки попал, но на поле бывший спартаковец не вышел. Очень громогласен был Евгений Городов по ходу этого поединка. Любой удар по своим воротам он встречал претензиями защитникам. Ну, и те, наверное, вняли, раз команда в течение этого поединка так и не пропустила. Моменты из второго тайма, в котором лучшим футболистом на поле, на мой личный взгляд, был Бернард Бериша. Косовский албанец, который ездил как раз в Борную Косово, где сыграл в двух матчах. Ну, и, быть может, по этому, да, из-за того, что сил у него осталось немного, Павел Врба выпустил его лишь на второй тайм. Но этого хватило Бернарду, чтобы себя проявить. Много двигался по полю, оказывался то на одном фланге, то на другом. Часто брал игру на себя. С его скоростью оборона Терека справлялась с большим-большим трудом. Ну, и самое главное, что никогда не знаешь, чего ожидать от Бериша. То передачу острую отдаст, то назад очень тонко под удар покатит, то сам пробьет. В общем, действительно, разносторонний футболист. А это шанс для Далера Кузяева, который в чужой штрафной набирает такую скорость, что ничего с этим не может поделать защита Анжи. И только Александр Белинов на последнем рубеже успевает, пускай чуть-чуть, но все-таки сократить расстояние для удара. И в результате свою команду в очередной раз Белинов выручает. По многому на его мастерстве держится сейчас Анжи в целом. Ну и вот спорный довольный момент. Мы, к сожалению, не видим повтора. Назначает именно штрафной удар Алексей Матюни. Ну вот этот эпизод, где именно было нарушение, сказать достаточно сложно. Но вот здесь буквально покадрово мы видим эпизод. И кажется, что действительно все-таки за штрафной сбивали Бериш, который сам же этот удар и исполнял. Ну а здесь мяч в штангу попадает после удара. Игрока Терека Балай добивает мяч в сетку, но уже в офсайде находился македонский нападающий Терека. На 82-й минуте случилось удаление Факунда Переса за вторую желтую. Момент тоже неоднозначный. С какой камеры, с некоторых камер кажется, что нарушение было стопроцентным. А вот если с другой трибуны, с противоположной посмотреть, то кажется, что там совсем легонько задел соперника Факунда Переса. Восмиседьмая минута, и вот как раз Бериш, очередной проход, Катя Тон в центр под удар Габриэлю Торже, но тот бьет щечкой. Игроки, что в последние пресиловцы, а почему не дали гол? Так оно, в результате этого запаса уже был справедлив, потому что обе двое мущества минули шансы, боюсь, не променило. Так что запас скончил, так как скончил. Результат матча справедлив, потому что ни одна команда не забил, и был поэтому и 0-0. И когда минула шансы, но не променили властне ни один, ни други. И хотя бы шансы были с одной и с другой стороны, но не забили. Причем не использовали пресиловку. Террик уже потом, в завершенной фазе, играл хорошо организованно до заду, а мы с нами тяжело просадовали, когда мы там имели огромную шансу, около 3 минуты перед концем, когда Иван могла решить. Почему не реализовали преимущества? Потому что очень организованно играла команда в бароне соперника, и хотя мы имели стопроцентный шанс, когда Иван не забил. Ну, я думаю, что игра была такая достаточно живая, несмотря на то, что очень тяжелый газон, мягкий. И надо сказать, что мы неплохо выглядели во многих эпизодах. По первому тайму, если говорить, то мы плохо реагировали на подборы, на такие спорные ситуации, которые я называю 50 на 50. Но во втором тайме мы в этом компоненте прибавили и достаточно уверенно игру контролировали. создавали хорошие моменты, которые и в первом тайме, когда Кузяев не попал в пустые ворота, можно сказать, могли забить. Но и во втором имели хорошие возможности. Я думаю, что очень грамотно сыграли после того, как получили удаление. И даже в десятером имели хорошие возможности для атак, для завершения. Ну, и Анжи имел момент стопроцентный, который мог реализовать. Поэтому обидно, что не забили. Но я думаю, что то же самое может сказать и Анжи. Поэтому будем считать, что результат закономерный. Результаты тура на ваших экранах. Не так много голов было забито в этот уикенд. Три матчи вовсе завершились без голевой ничьей. Ну, и минимальные победы ЦСКА и Спартака также выделяем. Турнированная таблица по 22 очка у Спартака и Зенита. ЦСКА на третьем месте с 21 баллом. Ну, а дальше уже с более приличным отставанием идут Амкар, Ростов, Краснодар, Терек и Анжи. Ну, вряд ли все команды будут бороться за Еврокубки. Все эти команды. В нижней части таблицы Рубин чувствует себя все увереннее и увереннее. Он догоняет Уфу. Ну, и в нижней части мы видим шесть команд. Непривычно здесь видеть локомотив. Но как все обернется, посмотрим. Пока под руководством Семена лишь одна победа одержана в шести матчах. Причем в самом первом из них. Оренбург и Крылья Советов в зоне вылета по-прежнему. Но они поменялись местами. Расписание следующего тура уже в пятницу, 21 октября. Сыграя Крылья Советов и Арсенал. В 18.00 матч состоится. В субботу четыре матча. Главный из которых, наверное, Урал-Спартак. Это все-таки матч с участием лидера чемпионата. На воскресенье еще два матча. Локомотив ЦСКА Краснодар-Амкар. Ну, и в понедельник «Зенит» будет принимать Оренбург. Сергей Дерябкин с вами смотрел этот обзор 10-го тура Росгосдравчемпионата России. Прощаюсь и желаю всего самого-самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова